Здравствуйте! Это проект Квартирный контроль. Меня зовут Мария Федорова. И свой репортаж мы ведем из маленького тихого городка, расположенного на юге Европы. Антоха Анчош, здесь деревья зеленые в пуховике. Здравствуйте! Это проект Квартирный контроль. Меня зовут Мария Федорова. И в этом обзоре мы рассмотрим очередной проект формата АПКвартал от компании ФСК Лидер. Называется он АПКвартал Римский и представляет собой масштабный и довольно необычный проект, который будет построен в неоклассическом стиле по мотивам итальянской архитектуры. Кстати, с применением двухуровневой системы зонирования, аналогов которой, как я понимаю, нет ни в Москве, ни в нашей стране. Строительство ведется в Ленинском муниципальном районе Московской области на территории поселка Развилка. Это примерно 4 километра от МКАД, но если по прямой смотреть, то здесь всего лишь 2 километра до Москвы. Глазомер в этот раз нещадно меня подвел, поскольку линейка Яндекс.Карты показывает, что до МКАД по прямой 1 километр и 300 метров. Если же мерить северо-западной точки будущего квартала, то расстояние отсюда до Кольца будет еще в два раза меньше. Но как раз с этой стороны надежным щитом между кольцевой территорией застройки стоит юго-восточный лесопарк. Несмотря на столь незначительное удаление от столицы, вопрос транспортной доступности мы не можем игнорировать. На сегодняшний день самый короткий путь из Москвы до поселка Развилка лежит через Каширское шоссе. Выезжаем за город и тут же сворачиваем на проектированный проезд 55-37. Здесь только две полосы, а значит по утрам и вечерам гарантированы заторы. Но компания при содействии властей Ленинского района и других состройщиков планирует заняться реконструкцией дорог, в рамках которой проезд будет расширен до 4 полос, до Бесединского шоссе и расширен отрезок дороги до Картинского шоссе. Появится и дорога местного значения в объезд до Роздова, Мелькова и населенного пункта Беседы до развязки с Кольцевой. Если выбирать общественный транспорт, то самым удобным станет автобус или маршрутное такси 355 и 356 К, которые следуют от станции метро Домодедовская. Ну а для своих клиентов компания ФСК Лидер организовала трансфер. От той же станции Домодедовская по пятницам, субботам и воскресеньям курсирует брендированный микроавтобус. Территория будущей застройки занимает Г-образный участок площадью около 25 гектаров. Здесь будут построены жилые дома разной высотности от 3 до 12 этажей, а также детские сады, школы на 1510 мест, общественный деловой центр и различные объекты инфраструктуры. По замыслу архитектора Михаила Филиппова, пространство квартала создается по принципу старинных итальянских городов с их классической архитектурой. Обитатели квартала будут чувствовать себя жителями старинного города, построенного, однако, с применением современных технологий и инженерных систем. Генеральный план квартала имеет два уровня. Первый – жилой и пешеходный, дворами без машин и приватной зоной жителей. Второй – нижний – отведен под торговую инфраструктуру, бизнес-центры и различные общественные места. На подземном уровне будет организовано все внутриквартальное автомобильное движение и обустроены гостевые стоянки, а уровнем ниже – паркинг для жителей квартала. Суммарное количество машин и мест – 5,5 тысяч. Строительство об квартала ведется на участки, которые раньше занимали иловые площадки Курьяновской станции Аэрации. То есть, иначе говоря, здесь был отстойник, здесь отставились воды перед сбросом их в Москварику. Но вот, собственно, на этих иловых отложениях я сейчас и стою. Вот они темненькие. Но жители квартала Римский по ним ходить, к счастью, не будут, потому что здесь производится выемка грунта глубиной на 15 метров. Вот они ездят грузовики, как раз их вывозят, каждый по 20 тонн. И мы их несколько уже десятков здесь насчитали. То есть, вот эта вот работа идет довольно интенсивно. Здесь сейчас стоит, ну, нельзя сказать, что прям какой-то очень концентрированный, но неприятный запах. Но, как мне сказали, это связано как раз с тем, что раскопали вот этот вот грунт. И, как гласит известная поговорка, не тронь иловый слой, он... Судя по всему, с необходимостью снятия 15-метрового пласта здесь и связана двухуровневая система организации пространства. Не завозить же сюда другой грунт. Возведение об квартала Римский растянется до конца 2023 года и будет состоять из семи этапов. Ожидается, что дома первой очереди будут сданы в сентябре 2018 года. Ключи жидольщики получат до конца марта 2019 года. Вот на этом участке ведется строительство первой очереди. Здесь будут построены два корпуса, один из которых будет стоять из 17 секций высотой от 3 до 12 этажей. И второй корпус сравнительно небольшое здание, состоящее, по-моему, даже из одной секции. Первая секция корпуса строится в дальнем от меня углу, а крайняя окажется уже ближе к проектируемому проезду. Со второй по шестую секцию первые этажи дома будут занимать сразу два детских садика. А школа, как ожидается, будет построена вот за моей спиной. Вот примерно где-то сейчас стоит насыпь. Но откроется она только лишь к 2021 году. Самую высокую степень готовности сейчас, конечно же, можно увидеть в первой секции. А на месте крайней сейчас пока ведется подготовка котлована. Но мне бы хотелось поближе подъехать и посмотреть, на каком этапе сейчас находятся работы. Я сейчас стою между первой и второй секцией дома, которые имеют, соответственно, на данный момент самую высокую степень готовности. Но когда сюда подходила, я думала, что здесь ведется строительство первого этажа, но это не так. Мы стоим сейчас ниже уровня земли, а значит, это технический этаж подземный. Вот тут черненькая, судя по всему, гидроизоляция тут выполняется. То есть, на уровень первого этажа дом еще не вышел. На стройке сейчас тишина, но не нужно думать, что здесь остановлена работа или что-то еще такое страшное происходит. На самом деле, строители просто ушли на обед. Первые этажи в доме займут вестибюли, лобби и кладовки. Во входных группах предусмотрено место для консержслужбы, колясочное и помывочное. На огороженной территории квартала будет организована пропускная система и видеонаблюдение. В каждом подъезде установят грузовой и пассажирский лифт. Мусоропровод, который в последнее время не в тренде у большинства застройщиков, здесь все-таки будет. Проектированием лестниц в доме занимался сам Леонардо да Винчи. В башенной части дома окажется двойная винтовая лестница с единой осью. Одна лестница будет вести в правое крыло, вторая в левое, прямо как в легендарном французском замке Шамбор. Квартиры расположены со второго этажа и выше. На последних этажах квартиры с увеличенной высотой потолков, с мансардными окнами, со вторым светом и даже с окнами и лоджиями в ванной комнате. Квартирный фонд первой очереди состоит из студий площадью от 26 до 31 квадратного метра, однокомнатных квартир от 35 до 47 метров, двухкомнатных от 48 до 74 квадратных метров и трехкомнатных квартир площадью от 67 до 98 квадратных метров. В числе предложений и квартир эксклюзивного формата. Это так называемая дворцовая квартира площадью почти 121 метр. Правда образца я не увидела, да и как успела заметить, многие планировки на сайте проекта перепутаны. Даже самый скромный вариант из студии окажется с лоджией. Санузел вместительный, почти 4 метра. Под зону кухни здесь отводят 5 квадратов и на жилую часть остается более 15 метров. В студии 28 метров незначительно увеличивается санузел, расширяется прихожая, зато жилая часть становится на полтора метра теснее. В 31-метровой однушке прихожая, можно сказать, отсутствует. Ванная существенно меньше, чем в студиях, почти на метр. Кухня совсем не современная, менее 8 квадратов, зато относительно просторная комната. В однокомнатной площади 33 метра сэкономили на размере комнаты, зато место у входной двери становится более похожим на прихожую. Санузел тут разделили и кухню сделали попросторнее. Многие из однушек площадью от 42 метров подойдут любителям сложных форм. Средним вариантом между одной и двухкомнатной квартирой станет так называемая евродвушка – квартира, где кухня совмещена с гостиной, а единственная комната служит спальней. Классические двушки – традиционные линейные и распашные варианты, а также угловые квартиры, в основном с измененной геометрией. Самая маленькая трешка – 63 квадрата, опять же, система евро. Кухня-гостиная суммарно почти 18 метров и две спальни. Трехкомнатные в привычном понимании – от 70 метров. Несколько странным кажется вариант 74 метра. В квартире два стояка, один из которых в центре, поэтому кухня здесь оказалась в середине, между комнатами. Как и в случае с двухкомнатными, при разработке планировочных решений просторных трешек, авторы проекта дали волю фантазии. Хотя деваться им было некуда, необычная архитектура дома все-таки диктует свои условия. Минимальная стоимость квартир в феврале 2017 года составляет 2 миллиона 443 тысяч рублей. Однокомнатная квартира обойдется в 3 миллиона 68 тысяч рублей. Двухкомнатная – от 3 миллионов 888 тысяч, и трехкомнатная квартира от 5 миллионов 241 тысяч рублей. Ипотечный кредит готовы предоставить 7 банков-партнеров. Минимальная ставка по кредиту – 11%. Квартиры будут переданы покупателям без отделки и без межкомнатных перегородок. Высота потолков в черновом варианте – 2 метра 82 сантиметра. Продажи квартир ведутся по договору долевого участия в строительстве. Исключение сделки не повлечет дополнительных расходов, кроме затрат на открытие аккредитивного счета, через который производится оплата. Коммунальное обслуживание будущих квартир, по словам сотрудников офиса продаж, обойдется недороже 50 рублей за квадратный метр жилья. Девелопер Абквартала Римский, корпорация ФСК Лидер, реализует свои проекты в Московском регионе, в Санкт-Петербурге, в Калуге и Галенджике. Римский – один из пяти проектов формата Абквартал, формата, в основе которого лежит стремление компании предложить своим покупателям продуманное решение для комфортной жизни. Официальный застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Разгилка». Компания, очевидно, созданная под реализацию рассматриваемой нами проекта. Организация зарегистрирована в подмосковных Химках в 2016 году. Единственный учредитель общества – зарубежная компания, зарегистрированная на Кипре. Исполнение обязательств застройщика по договорам долевого участия обеспечивается страхованием, но название страховой компании в проектной декларации не указано. Во второй части обзора мы познакомимся с инфраструктурой первой очереди, поговорим об окружении будущего квартала и зададим несколько вопросов жителям поселка.